Александр, ну давайте еще посмотрим на реальные примеры, как самим преобразить весь, да? Конечно, это интересно. Несколько полезных советов от Александра Васильева по кастомизации. Итак, поехали. Да, ну вот надоел старый черный жакет. Да, он даже такой коротенький, он здесь сделан немножко как Спенсер, укороченный. И что мы можем сделать с ним? Давайте посмотрим. Его можно же украсить, его можно вышить, апплицировать. Это вот бахрома, очень модная тема, вот он так обрезан и с бахромой отделан. Да, это симпатично, да, конечно, надо иметь фигуру. Вот у многих фит-женщин комплекс, что они полненькие. Но я вас обрадую, скоро будет меньше еды в продаже, и люди начнут худеть сами. Обычно в конце кризисной ситуации объем талии 47 сантиметров. Вспомните, 45-й год. Почему Кристиан Диор вел Нилу? Потому что у женщин было 49 сантиметров, талия 47. Когда 5 лет не поедите, конечно, будете все стройняшками. Поэтому результат сегодняшнего кризиса будет полная стройность. Крудь уменьшится, бедра уменьшатся, талия уменьшатся. И мы сами съедим все наши лишние жировые накопления ям, в том числе. А, жилеты. Жилет – прекрасная вещь, новый стиль, классический укороченный жакет, рукава отделанные строчкой. Тоже интересно. Почему же так не делают нам? Ой, не буду так разворачивать, что потом вы меня потеряете. Вот так вот я сяду. Теперь меня видно. Что еще покажет? А, вышивки, да, на жакетах очень оригинальные. Конечно, контраст играет огромную роль. Жакет черный, вышивка, пускай, будет белая. Она интересно делает. Здесь можно сделать аппликацию шнуром. Очень оригинально и очень-очень симпатично. В принципе, я в большом восторге от разнообразия идеи. Надоела старая черная юбка. Ну, давайте посмотрим, что можно сделать. Бахромой ее сделал длинной. Да, длинная бахрома оригинальная. У кого ножки красивые, кто гордится своими ножками, им хорошо. Кто не гордится, так не ходите, ничего хорошего не будет. Что еще? Кружево. Потрясающая женственная деталь. Вы знаете, мужчины очень любят кружево. Им это дико-дико нравится. Особенно на белье. Потому что сразу фантазм. Знаете, бюстальтер с кружевом черным. Сразу мужчина начинает себе представлять, ну, что, какую-то такую немножко эротичную картину. Приятно. Мне нравится. Как обновить свою старую кожаную куртку? Конечно, купить новую не удастся. Можно ее расписать фломастером. Можно серебром, золотом. Можно там нарисовать какие-то победные символы. Можно там сделать какие-то красивые цветы. Можно сделать сердечки. Можно сделать букеты. Можно делать что-то очень оригинальное. Конечно, это обратит на вас, не знаю, как придать новый вид джинсовым изделиям. Ну, конечно, во-первых, их можно стирать бесконечно. Можно их апплицировать. Можно делать очень хорошие вышивки на них, вот как вам показывают. Здесь это оригинально. Это современно. И главное, что соответствует идее. Например, муж или друг не сможет вам купить живые цветы. Слишком дорого будет стоить. Но на джинсах они у вас будут. Это уже приятно. Как сделать обувь ярким элементом своего образа? Как? Ну, во-первых, спрей. Можно же их всегда покрасить, задуть. Как-то сделать из черного, красного, из красного, зеленого. Это тоже очень модно. И расписать, это же очень хорошо, фломастером ли, не смывающимся. В принципе, тоже будет хорошо, если сделают какую-то... Или пряжка идеально. Пряжка может удлинить вашу форму ноги. Может ее укоротить. Зависит от того, где вы ее помещаете. Это очень элегантный. Но, знаете, этот стиль, кастомизация, в 19 веке имел очень-очень красивую русскую пословицу. Знаете, как называлось? Голь на выдумке хитра. И мы вынуждены будем выдумывать какие-то интересные вещи, чтобы сделать это. Раньше за нас думали дизайнеры. И люди обленились, знаете, так. Приходят в магазин, а там вам такой вариант, такой вариант. То все, пятое-десятое. Сейчас пригодишь в магазин, там шаром покати. Конечно, не так приятно. Но что можно делать? Выдумать что-то. Придумать, переоформить. Конечно, я уверен, что и сейчас все магазины в России переполнены товаром. Не думайте, пожалуйста, что вы придете, там пустые полки. Там всего много. Но у них еще на хороших полтора года хватит продать это. А потом, конечно, уже будет по-друге. Мы узнаем, как кастомизировать текущие вещи. Мы научимся украшать и обувь, и свои любимые кожаные джинсовые куртки, юбки, пиджаки. И это все будет также подчеркивать элегантный женственный стиль в России. Я знаю, что у вас вышла книга не так давно, без ретуши. И там как раз таки показано, насколько российская женщина всегда была красивой, всегда была элегантной. Все подобное. Я помню свою бабушку. Это все время бусы. Это какая-то брошечка. Это вот все по фигурке. Шапочка к пальто. И все продумано. А вот как раз таки фаст фэшн нас с вами завел в это постоянное потребление. И по факту текущее время, это время такой небольшой передышки, да, для того, чтобы увидеть, что ценно и что важно. Да, даже может большой передышки, может быть большой передышки. Но передышка будет, будет абсолютно изменение очертаний мира. Я с вами согласен. И, конечно, все спрашивают. Не будет воспринимать по-другому, одеваться по-другому. Где купить необходимые украшения для одежды. Очень много фурнитуры и в интернет-магазинах, и в магазинах для творчества и рукоделия. Возможно, вы туда даже и не заходили. Поэтому посмотрите, обратите внимание. Ну, я, например, сегодня был на Блошином рынке в Париже. Вам, я сейчас в Париже нахожусь. И вы знаете, вот что я там увидел? Огромное количество и бус, и брошек. И люди, конечно, с удовольствием покупают, бродят. Цены самые разные, если вам интересно. От одного евро, если что-то очень простенькое. Средняя цена 5 евро, 10 евро. Хорошие вещи стоят и 50, и 100. Зависит от того, какого они времени, какого периода. Я видел сегодня очень красивый браслет из стали эпохи романтизма. Они просили за него 500 евро. Мне показалось, что это дороговато. Но очень красивая вещь. Очень яркая, впечатляющая музейного качества. Ну и, конечно, эти вещи можно найти у вашей бабушки, у вашей тети. Не относитесь к гардеробу ваших родственников, как к старью. Не берите так, выкидываем на помойку. Знаете, как говорят по-польски, не надо все выкидывать, надо посмотреть, переработать, узнать, как, что вы можете с этим сделать, как это употребить. Янтарь – очень красивый камень, типичный для Калининградской области. Красивейший. Бисер. Жемчуга у нас и китайского, и искусственного. Полным-полно блестки, если вы умеете вышивать. Какая прекрасная вещь. Но любая вещь, носите ли вы ее в Москве, в Челябинске или в Иркутске, или вы носите ее в Нью-Йорке, в Лондоне и в Париже, если она индивидуально сделана руками хозяйки, всегда приобретает другой акцент, другой аспект. И эта вещь всегда вас выделит. И всегда привлечет к вам, скажет, какая она интересная, какая она оригинальная. Думайте об оправе очков. И не... Понимаете, почти все оправы очков сделаны в Италии. Ну, сейчас их не будет. Но есть же у всех людей огромный запас старых и стиль ретро. Вы всегда можете солнечные очки преобразовать в очки для зрения. Вам надо сходить обязательно к окулисту, поменять там стекла, снять темные солнцезащитные, вставить другие. И я очень много меняю очков. И не все мои оправы – это оправы для зрения. Я иногда переделываю солнечные, потому что они должны привлечь внимание к вам. Я, например, много лет снимаюсь на телевидении, каждый божий день вы меня видите. И мне надо это менять, понимаете? Потому что образ очень приедается. Мы не можем быть всегда одно, одно и то же, одно и то же. Нам нужно какое-то разнообразие. Я сегодня надел шарфик индийский под цвет стен. Да, вы сейчас действительно говорите про образ, про то, что важно менять, для того, что важно изменяться. Но ключевое – важно знать себя. То есть, что идет, какой цвет, какой стиль шарфика, какая его фактура, какие линии. И помимо вот той кастомизации, помимо того, как вещи можно менять, как их можно реинновацию делать. Продолжение следует...